Да, мы можем указать, ну вот просто каждому вращению свой квадрнеон, да, дать, что вот это вот сюда поворачивается, это сюда поворачивается, то есть это множество вращений. Конечные подгруппы, это отдельная, да, история. Конечные подгруппы вращений сферы соответствуют правильным многогранникам. Ну, надо понять смысл, то есть что именно спрашивается, что есть, да, да, конечно, можно повернуть после этого многогранник, так что, да, вращая эту, конечно, можно, можно, ну, можно там углы, там, ну, можно даже список квадрнеонов представить, которые это дают. Будет конечная подгруппа. Вообще это, да, это отдельная история с конечными подгруппами вращений сферы, тоже такое есть, у меня в интернете, ищите, там есть такая лекция. Вот, а из зала живого, вопросы есть? Вот, а вот это же вращение, оно же не совсем однозначно, то есть, типа, я пока поворачивал сферу вот так, я же мог еще саму сферу в зале оси развернуть. А, кратчайшее вращение, которое соединяет две точки. Но при этом вращает сферу. Да, ну, все-таки, наверное, однозначно, оно должно определяться так. Мы должны взять эти две точки, вместе с центром провести плоскость, перпендикулярно провести ось и поворачивать. Нет, я не увидел, что... Ну, может, но это не единственное вращение, которое... Могу же еще довернуть, но ручка окажется развернутой. Сейчас, провернул и луч... Ну, вот я вращал, и ручка еще повернулась. То есть, палец смотрел в сторону, а теперь он смотрит прямо. Но это уже я сделал композицию с еще одним вращением. То есть, я сделал такое вращение, а потом такое. Но оно сведется к какому-то вот такому, то есть, на больший угол. Которое тоже переведет первую во вторую. Но на больший угол. То есть, на минимальный угол оно вроде как одно. Кроме случая противоположных. Вот противоположные, там можно провести сколько угодно осей вот такого рода. И на 180 относительно каждый из них. А, то есть, просто при вращении ручки у меня получится не кратчайший угол, а по такой... А вот такой, да, 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 да. Как из Москвы там в Магадан лететь по широте. Очень долго. Настоящий самолет летит по кратчайшей дороге. Это был такой спор. В 15-м году, когда мы были как раз на Магадане, в Магадане, единственный мой раз в жизни, когда я был в Магадане, был в 15-м году. Самолет летел из Магадана в Москву. Я, правда, ехал... Я летел не на нем. Мне нужно было в Иркутск. Я там через Хабаровск. А ехали московская делегация, вся ехала в Москву на этом самолете. Он вылетал в 10 утра. 12 декабря в 10 утра вылетал из Магадана. В Москву приземлялся тоже в 10 утра, потому что 8 часов как раз те, которые, так сказать, лететь, те и время. Ну и как бы было обсуждение, как он будет лететь. Первая такая версия, да, первая версия, что Солнце, вот оно как стоит вот в этом окне, так и будет стоять все время в этом окне. Вообще никуда не сдвинется, да. То есть оно застынет над землей, потому что мы подпрыгнули, земля под нами провернулась, мы сели в Москве. Но это неправильная версия. В реальности Солнце село обратно и наступила ночь. Полярная. Потому что кратчайшая дорога из Магадана в Москву ведет через зону полярной ночи. Она сильно-сильно к северу. Полностью зашло Солнце, наступила ночь, они увидели внизу огни Таймыра, Норильска там где-то в стороне. Ну, в общем, очень темно было. Практически до конца. И потом снова зашло в тот же день. Это не то, что какой-то новый день настал. Это был тот же день, просто в месте, где они летели, в 10 утра, ночь, так же, как в 12 дня. Так же, как вообще всегда. То есть они пролетели через полярную ночь. У них дважды за день взошло Солнце. Потому что так летели. А если бы по широте, то гораздо дольше, но зато не было бы наступления ночи. Даже уже в Иркутск, когда летом летишь, если ночной, не дай господь, мы сейчас стараемся только дневными летать. Но вот если летишь ночным, то ночь не наступает. Он довольно сильно к северу отклоняется и идет в зону белой ночи. Практически все белое. Чуть-чуть темнее. То есть с той стороны как бы темное небо, с той стороны белое небо. Еще вопросы? Да. Ну да. Ну число, по идее, это элемент поля или тела. Почему квотернеоны я называю числами? Что такое число? Традиционная терминология в принципе такова, что число это элемент какого-то поля. Ну здесь тело, конечно. Да нет, в общем-то числа по модулю П мы тоже числами часто. То есть ничего страшного. Числа это элементы поля. Ну вот тело, да, тело это уже так, на грани. Числа кольца это уже слишком. Это уже как бы, это все-таки элементы уже. То есть если нет деления совсем, то я бы не стал называть числами. Спасибо. А второй? Есть другой вопрос. Я уже, ну как, понял, что, наверное, не надо задавать, я его скорее как, может, некий вариант ответа предложил. Да. Просто там вот после квотернеонов там получаются октавы. Октавы. И если вы посмотрите, как они получаются. Что? Если вы посмотрите, как они получаются, их можно получить примерно так же, как вы квотернеоны получали из комплексных щитов. Да, Q1 плюс что-то на Q2. Значит, дальше, если вы с октавами так же поступите, вы получите сегумионы. То есть там уже будет 16. Если вы дальше постучите, там уже база получается 32. Но если вы в таком уровне дальше продолжите, это называется процедура Келлификсона. Ну и, соответственно, все вот эти формулы получаются с нормой, с окружением. Все работает, да? Они все вводят просто в общем виде. Но ассоциативность, да, страдает уже везде? Ассоциативность сегумиона страдает, там появляются делители нуля. Ой, совсем плохо. Это очень приятная история. Просто то, что хотелось бы, вот, если бы было так же интересно рассказано про то, что позволяет построить процедуру Келлификсона. Там в физике до какого-то момента, я не помню, там до сегумионов, наверное, понятно, что это такое. А вот было бы интересно посмотреть, что в целом получается, причем так, чтобы вот послушать и понять. Да, я понял. Но для этого самому надо что-то понять. Ну, понятно. Но на самом деле я могу сказать, какой задачи вот эти, значит, эти построения имеют некоторое отношение к очень красивой нерешенной задаче. А именно, сколько существует линейно независимых в каждой точке векторных полей на сфере данной размерности. Задача Адамса о векторных полях называется. Я ей увлекался на мехмате, но продвинуться не смог ни на один шаг и забросил, решив, что я просто не напишу диплом, она еще никак. Вот. То есть она настолько сложная оказалась, что она просто у меня полностью не по зубам была. Вот. То есть это вот такая задача, что на трехмерной сфере существует три векторных поля. Это все связано с умножением патронеонов как раз. То есть базис, значит, в этой самой... Ну, вообще, если есть... Ну, она тут долго рассказывать, долго, короче. Есть группа Ли, там будет ровно столько, сколько нужно по размерности. А если нет, то, соответственно, там иногда меньше сильно, иногда меньше не сильно. На сфере второй размерности, то есть на нашем обычном футбольном мяче. Ноль. Нельзя просто нарисовать векторное поле, которое будет непрерывно меняться с точки к точке, не нулевое, да? Вот. Которое будет... Все. Непрерывное векторное поле не существует касательно к сфере. Это называется нельзя причесать ежа. Человека можно, потому что у него есть места, где нет волос. А вот так сделал и причесал. А вот если бы везде были волосы, да, если отрезать, естественно, голову для этого, чтобы тоже для чистоты эксперимента, и там тоже нарастить, вот где шея была, то ничего не выйдет, да? Ежа причесать нельзя, где-то будет стоять вверх волосок. Вот такая вот удивительная теорема. Вот. То есть на сфере двумерной ноль, на одномерный один, на трехмерный три, ну и дальше там на семимерный семь из-за октав. А дальше уже там, по-моему, на 15-мерный уже не 15 из-за вот этих делителей нуля. Там седонеоны, да, как? Я не знал даже, что они так называются. Вот. Седонеон, да? Круто. Это, да, это меня занимало одно время. Вот. Но вот эти векторные поля, да, на сферах размерности 2 вката и там вот что-то отслеживается, а не 2 вката, что непонятно уже там для каких-то совсем небольших. Потому что вообще отображение сфер сферы мы не знаем, мы же гомотоапических групп сфер не знаем. То есть это все как бы ввели эти понятия и выяснилось, что это ужасно сложные понятия. До сих пор все открытые задачи с ними. Вопросы? Да? Вот вы вначале говорили о том, что на сфере, ну, скажем, на планете Земля, допустим, расстояние между двумя какими-то точками любыми, ну, допустим, Москва, Магадан, правильнее измерять как бы в градусах? Ну, типа, да, удобно очень. Расстояние удобно измерять в градусах. Сколько градусов? Из центра Земли сюда и сюда. Ведут себя ровно как метрика, то есть расстояние от А до Б плюс расстояние от Б до С не превосходит расстояние, не меньше, чем расстояние от А до С и равно только если они лежат на одной вот этой вот, так сказать, дуге большого круга. То есть на прямой. На сферах прямые это дуги большого круга. То есть это сферическая диаметрия. Есть такой раздел. Сферическая диаметрия. И там вот так измеряют расстояние. Возникает свои... Если, допустим, сфера там на плоскость, то искажения будут... Да, конечно, 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 да. Хорошо, спасибо. Там сумма углов треугольника всегда больше 180 градусов. Любого. Причем там есть совершенно потрясающая теорема, не очень сложная. О том, что сумма углов треугольника минус... Вот величина как бы этого эксцесса. Насколько больше сумма углов треугольника, чем 180 градусов, вот это пропорционально площади треугольника на сфере. Чем больше, тем сильнее искажение. Да. А вот если вот так вот вы меня просто... Вот связь между плотодимонами и группой Лоренца, ну, прям из-за войны, как это, специальная группа Лоренца. Специальная, да. Там что-то есть очень жесткая, да, очень жесткая связь. Я точно не знаю, но говорили, что на этом языке вполне можно работать там. Там же тоже плюс, минус, минус, минус. Да. Что-то такое. Но это надо физиков спрашивать. Андрей Леонидов говорил мне, что там язык хороший, но в принципе не обязателен, но удобный. Интересно, что взгляд математика. Это физик есть, да, такое, я знаю. Но чтобы взгляд был у математика, математик должен при этом немножко знать физику, чтобы говорить. Но вот данную область я знаю очень шапочно, очень поверхностно. Так себе. У меня есть задача на пенсии прочитать все тома Фейнмана. Но на пенсии ведем. Потому что я уже третий год читаю первый тон. Очень медленно. Но я, правда, параллельно читаю очень много книг. Там художественная литература всякая. Инессионный год продлили, так что успеет. Нет, как раз наоборот. Так как его продлили, то я могу и не успеть. Ага. Тут надо долго жить, чтобы успеть. Ага. Можно вот такой вопрос. Вращение на плоскость у нас угол получается 2 пирогена. Вращение в пространстве на тормах в любой оси? Да. А больше размера тоже 2 пирогена? Ну, да, в принципе, конечно. Ты можешь перпендикулярную плоскость двумерную положить. То есть как бы вращение в любом н-мерном пространстве происходит вокруг н-2 мерного подпространства. Ну и в нем все ровно то же самое. Просто сечет с обычной плоскостью. А вокруг меньших уже непонятно, что значит вращать. Даже как вокруг точки в пространстве не очень понятно, что значит вращение. Вращение все равно вокруг оси. То есть здесь нужна плоскость, которая вращается. А в ней, естественно, 2 пирогена всегда будет. И следом тоже легкий вопрос. А сколько нужно знать точек на плоскости до и после вращения, ой, на атмосфере до и после вращения, чтобы однозначно задать? Да, отличный вопрос, отличный. Вращение однозначно задается. Так, ну теорема о трех гвоздях, да? Но на самом деле о двух. На самом деле о двух. На самом деле двух точек достаточно. Третий гвоздь – это в случае, если я допускаю несобственное преобразование. То есть отражение. Да, для того, чтобы задать, дислоцировать полностью вращение, надо задать образ двух каких-нибудь точек. Но, внимание, не лежащих противоположно друг другу. Иначе оно неоднозначно. Больше нет вопросов? Тогда Маткульт привет. Но если кто-то не знает, что есть такой канал, то он есть на Ютьюбе. А, может, я вообще вот так сделаю? Напишу, да, здесь? Да, вот хорошо с досками. Можно сколько угодно писать, не стирая. Это очень круто. Это очень здорово. Вот не нужны никакие супер-доски, которые я все равно использую как обычные всегда. По-другому я не умею, да и не нужно, по-моему. Для математики, физики явно не нужно. Вот идеальная доска. Вот она. Главное, чтобы ее было много. Вот. Маткульт, привет. Приглашаю всех. И сайт есть с Алатеев. Икс, Игрик, Зет. Там много всякой всячины. Сто уроков по тематике. Там книги. Недавно вышли еще две книги. Прям одновременно вышли. Одна называется «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». А другая называется «Введение в настоящую математику». Это по программе «Ста уроков», которые я отчитал один раз. И сейчас я их постепенно завершаю в очень хорошем качестве. Благодаря помощи бизнесмена, главы торгового дома «Татарстан» Рамиля Мавлютова, он спонсирует всю работу по приготовлению этих роликов. Мы постепенно их добиваем. То есть где-нибудь через несколько лет будет у нас 100 уроков математики уже в новом суперкачестве с конспектами, упражнениями. Полный такой вот курс, который можно при должной мотивации самостоятельно прямо проходить. Ну да, я понимаю, с интернет-курсами всегда связано то, что нужно себя замотивировать. Потому что когда живой человек тебя учит, и попробуй, да, это трудно как бы. Ну он будет ругать тебя, если ты отвлекаешься. А в интернете никто не будет никого ругать, да. В этом главное, на самом деле, я вот слышал всякие там разговоры этих футурологов про то, как все образование станет интернетным. И они все пропускают этот момент, что есть принципиальная пропасть между личной лекцией и интернет, просто потому что человек человеку более эффективно передает информацию, и все, личный контакт здесь важен. Почему-то они просто то ли намеренно это пропускают, то ли не намеренно, не знаю. Ну да, видимо, кто как. Но они хотят, да. Они же вложились в это очень сильно. Им нужно отбивать это. Ну как отбивать? Я хочу написать записку докладную, что в связи с появлением чата GPT надо везде повсеместно вернуть устный прием экзамена. Потому что никакой другой схемой проверить знания человека больше нельзя. Любые тесты он будет выполнять, ну как бы понятно. Уже появились нейронные сети, которые распознают искусственный интеллект. Ну текст, который на том, ну, искусственным интеллектом уже есть. Ну то есть борьба идет, да? Понял, понял. Есть действия, есть противодействия. Есть противодействия, да. Но в целом я боюсь, что без возвращения к устным экзаменам, вот как меня спросил Роман, как там с реформой образования, если о ней говорить, то начинать надо с повсеместного, так сказать, возвращения, ну, грубо говоря, возвращения преподавателю огромной, огромной этой самой, как это называется, сферы, ну, да, вот, хорошее слово, полномочия, да. То есть принимать устный экзамен, там самостоятельно решать в индивидуальном порядке, кто способен, кто нет, это все надо возвращать. Они 30 лет назад говорили, вот, коррупция, коррупция, и вообще надо все обезличить. Это сатанинский подход. Человеческий подход – это вернуть человеку полномочия и верить в человеку. А если про кого-то доказано, что он плохо действует, тогда уже другое дело. То есть подход должен быть от презумпции, добросовестности преподавателя, а не наоборот. Они говорят, вот, преподаватели недобросовестны. Так они рисуют это с себя, с эффективных менеджеров. Они, да, у них там все, как бы, все так. Ну, ладно, это все, как бы, большая дорога. Это большая дорога. Знаете, когда при товарище Сталине там было тоже такое, был такой период, назывался Дальтон План в образовании. Там вместо предметных знаний пели песни какие-нибудь там революционные. А потом товарищу Сталину стали докладывать, что если он собирается в ближайшее время с кем-то воевать, то у него скоро будет контингент не готовый никакой войне, потому что просто будет стадо дебилов вместо советского населения. Но все это свернул нафиг. Восемь указов наркомпроса, все это было, все вернули в нормальное состояние, да еще и в масштабе всей страны. То есть это, как бы, все можно сделать. Была бы воля. Была бы воля, и там ужас от грядущего поражения тоже может подстегнуть. То есть, как бы, если вовремя спохватится, тогда и поражения не будет, и, как бы, образовательные реформы будут приняты. А в противном случае боюсь, что, ну, в общем, ладно. В противном случае, противном случае. Шагов никаких еще не будет. Ой, они только болтают. Ужасно много болтают. Везде кричат, что вот баллонская система все испортила, ЕГЭ неправильная. Но они не понимают, что если просто сегодня отменить ЕГЭ, это не вернет образовательному процессу его самостоятельность. Ровно потому, что учитель не имеет сегодня больших полномочий. Ровно поэтому. Это главная причина. В школе учитель боится всего. И родителей сумасбродных, и директоров, и департамента, да, всего, что только можно. А вернуть, да, учителю вот эту вот, как бы, процессуальную власть, они в данный момент, видимо, еще просто не понимают, что это надо сделать. Обязательно надо сделать. Может быть, когда-то поймут. Все может быть. Но пока нет. Пока нет. Ну, еще деньги надо платить. Тут еще такой момент. Надо платить деньги. Они не любят платить деньги, потому что... Никто не любит платить. Да. Ну, а вот чем дать надо. Если дать преподавателю, то тоже отменить надо. Да, если дать преподавателю, он не будет выборы подделывать. Тоже неудачно. Но, с другой стороны, это легко. Можно выборы просто отменить, и все. То есть, это как раз ничего страшного. А вот, как бы, вот то, что действительно подумать, да, что преподаватель, в принципе, да, это свободный там человек, который может какие-то... Ну, да. Ну, в общем, это вот, да, это трудный момент. Это трудный момент. Ну, может, и все будет. Ну, что, вот при Сталине тоже был тоталитаризм, еще какой, да? Но учителя была огромная власть. И никто не проявлял вот этого недоверия тотального. То есть, я бы не сказал, что тоталитаризм... Наоборот, скорее, шанс только при такой системе. Мы же видим, что демократические системы совершенно с образованием не справились с массовым. То есть, это... Это как раз, я бы сказал, что при тоталитаризме как раз шанс некоторый есть. Ну, да. Тут очень много еще надо им понять. Вот мы стараемся, подсказываем, но еще очень много надо понять. То есть, человек сидит, ой, то есть, надо вот это. Да, надо вот это. Блин, а тогда ведь надо еще и вот это. Ой, нет, я вообще не хочу. Все, 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 уйди отсюда. Уйди, уйди. Я не хочу разговаривать. Все. Ну, и вот, когда несколько раз таких вот итераций пройдет, может, они начнут что-то понимать. Кто их знает? Ну, либо в хороших школах. Там есть просто школы, где традиции поддерживаются, директора держатся. Ну, то есть, в каждом большом городе, конечно, есть хорошая школа. Ну, я думаю, что в Твери есть какие-то лицеи, где нормально готовят. Мы же видим выпускников, мы же видим поступающих из Твери у нас на Фистехе. Значит, есть. 17-я школа, да? Нет, это лицей. Ну, конечно, москвичи воруют учителей. В хорошей школе в Москве можно 200 тысяч получать. Естественно, человек начинает сомневаться, что может быть, не поехать ли туда, да? Ну, в общем, тут есть много моментов, да. Вот этот жуткий перекос зарплат, вот, огромный, он тоже, он очень негативно влияет. Но это тоже, они не могут это в себе как-то. Но как? То есть, если в Москве платить меньше учителям, то просто вообще не будет никого, кто пойдет, потому что в Москве средняя зарплата соответствует зарплате учителя вполне. Вот. То есть, это все как-то сложно за время 30 лет полностью такого, как бы, наплевательского отношения ко всему, когда просто все шло, как, ну, как мистер рынок скажет, и все. Оно очень много, где возникли жуткие завалы проблем. Жуткие, одна на другой. И вот от того, что они в Думе все время говорят, что вот это неправильно, ничего не изменится. То есть, если мы говорим, что раньше было прекрасное поле и овраг, а теперь в овраге все завалено мусором в три этажа. И они в Думе говорят, что это очень плохо, надо вернуться к чистому оврагу. Но ни одного действия по вычищению оврага не делается, да, и понятно, что овраг, он будет вонять дальше. Это совершенно невозможно сделать одной болтовней. Кроме того, как мне недавно сказали, вся эта болтовня просто связана с какими-то очередными выборами. Я даже не знаю уже, какими. Вот. То есть, все как-то в этом плане еще очень далеко до понимания. А, президента, да? Понятно. Ну, да. Еще говорят осенью какие-то выборы. Какие-то местные советы или что там. Ну, в общем, это все как бы вот это все не добавляет оптимизма, что все это связано еще там, ну да, учителю дай воле он не будет поделать выборы. Ну, хотя нет, это на самом деле это не важно, потому что сейчас электронное голосование, а там просто кнопочку нажимаешь и там сразу результат. То есть, это совершенно уже никакого отношения не имеет никакого возлюбления, но, как это сказать, я бы сказал, ритуальная часть соблюдается, то есть, есть понятие ритуал. Вот мы приходим, нет, чтобы каждый берет там бутылку и из нее из горла пьет. Нет, все разливают по рюмочкам, чокаются, произносят тост и выпивают, да. Это ритуал. Вот тот же самый ритуал, это вот проводимые выборы у нас, то есть, это как бы все встают, куда-то какие-то бросают эти самые, да, но ритуал, да, но дальше кто-то нажимает кнопку и результат готов. Ну, то есть, как бы, если к этому относиться как к ритуалу, то пожалуйста, но это какой-то странный ритуал, лучше уж действительно застолье устроить большое, объявить банархию просто официальную, но это честнее, по крайней мере. Я езжу по регионам, в основном, главная претензия именно не к тому, что выборы поделываются, а к тому, что они вообще есть и в этом фарсе заставляют учителей участвовать. Мне вот говорил в Дагестане Магомед, зачем эти выборы? Мы же хотим честности учить детей. А как мы будем учить честности детей, если завтра мы должны им в лицо сказать, что вот они видели это, объявлены это, только вы отмените выборы, пусть их вообще не будет. Ну, то есть, так честнее. Ну, вот пока все это как бы, пока все так, как есть. Но в целом, конечно, все это не очень важно, потому что в сущности важно, ну, давайте говорить так, даже вот вопросы школы, образования, если есть какая-то возможность, в принципе, куда-то вылезти, то это уже очень хорошо, это далеко не во всех сторонах так, поверьте мне. То есть, это как бы, в принципе, я вот ругаю, конечно, их ругаю за все это, но это не двойка, то есть, у нас там, если ребенок проявляет какие-то способности, то он там, так или иначе, вылезет в Сириус, там его будут, там обхаживать. Ну, то есть, не двойка, ну, на тройку, на тройку. Жизнь продолжается, в принципе, можно и выучиться, и как бы себя найти. Но да, что касается массовой школы, то все очень плохо. Просто надо это понимать. Разные, разные вещи у нас, какие-то вещи у нас классные, какие-то у нас плохие. Ну, как, мы работаем, мы работаем, моя, моя работа заключается в том, что я везде даю интервью, где все это раскладываю по полочкам. Все. У меня полномочий других нет. Нет, я имею в виду рассматривать школьников, и... Да. Ну, в школе плохо преподают. В школе плохо преподают. Плохой путь какой-нибудь. Значит, первый путь, если он сверх мотивированный, это проходить интернет-курсы, регистрироваться вот в этих самых, в каких-то проектах. Ну, вот у меня, я, например, я могу сказать честно, я являюсь советником руководителя проекта Школкова, Максима Коваля. Я от чистой совести это рекомендую. Ну, трудно, конечно, себя заставлять сидеть в интернете все время. Это да. Если ребенок понимает, что он не будет сидеть все время в интернете, то есть в интернете, безусловно, есть высочайшего уровня курса подготовки. Любые, все, что нужно есть в интернете. Но вот это проблема огромного разрыва мотивации между живым и экранным. Соответственно, если ребенок не умеет себя мотивировать, но видно, что он любит учиться, если его учит учитель, надо рассматривать вариант переезда в Сунц. Ну, то есть в какое-то учреждение, находящееся в Москве или в Питере, ставить задачу поступать. Вот, то есть здесь надо как бы идти, искать, искать школу, ну, как бы, да. Вот на месте вот так вот просидеть, вот ты сидишь в деревне, к тебе пришел прекрасный учитель, тебя выучил, и ты его запомнил на всю жизнь, как было там в Советском Союзе средних времен, где-то 50-х. Такого нет, сейчас и ближайшее, даже если завтра меня назначат министром просвещения, надо понимать, даже если это произойдет, не знаю, придет там кто-нибудь с фронта, из наших культовых и скажет, все там, теперь Кремль мой, Саватеев министр. Значит, хорошо, но я ему скажу, вы понимаете, да, что 20 лет вы мне должны дать, 30 лет разваливания, ну, хорошо, 20 лет я буду восстановить, не 30. Ну, то есть это же нужно, чтобы учителя снова запустились, их стало столько, сколько надо, тысяча, где-то 700 нужно учителей, миллион 700 тысяч. Сейчас 1100, миллион 100 тысяч. Но средняя ставка 1,7. Но так нельзя работать. И мы это понимаем все, но это продолжается. Соответственно, как бы первая задача такая, да, я возьму у него триллион в год рублей. Триллион в год. Ну, 600 миллиардов хватит, на самом деле, если аккуратно считать. Значит, кто сегодня, мне никто, да, меня просто от меня отворачивается, такой суммы нет и никогда не будет. Все. Любые вопросы обсуждаем, кроме вот повышения зарплат такого, как вы хотите. Ну, допустим, даже это произойдет. Это все равно прямо завтра не решит проблему, потому что прямо завтра контингент учительства будет тот же, который сегодня. Но мы просто им будем уже доверять и все будут видеть, что это профессия уважаемая и в нее пойдут постепенно со всех сторон и возвращаться и новые. И тогда год за годом это можно вернуть. Ну, понятно. вот такая вот ситуация. А у вас такой вопрос. Получится, что если мы поднимем в школу, пойдет поток талантливых детей в учебнике, будет больше поток талантливых студентов, которые пойдут и украинцы. Ой, хороший вопрос. Хороший вопрос. Дело в том, что сейчас в каком-то смысле худшее из возможных ситуаций. Сейчас огромное, да, я прошу прощения, да, все, кому неинтересна эта тема, я ни на кого не обижусь, если уйдут. То есть это как бы уже все, это постфакт. У меня просто поезд 22.55, вы понимаете? Вот. То есть смотрите, сейчас ситуация такая. У нас есть базовые, которые просто вообще, это дно. Это вот берем вуз типичный, вуз, ну, я не знаю, какой-нибудь вуз региональный в какой-нибудь направленности промышленной. Туда поступают студенты, которые не умеют не просто складывать дроби, они вообще ничего не знают, никаких формул сокращенного умножения, они не знают ничего, что такое пи, какая площадь квадрата, они просто ничего не знают. Они пришли из школы, они сдали ЕГЭ. Как они сдали ЕГЭ? Очень просто, на 50 баллов первых 10 задач заученными обезьянными механизмами вполне хватает, чтобы поступить в любой такой вуз. Но дальше они приходят, и оказывается, что с 7 по 11 класс они не знают ничего. Знаете, как у Шарикова повторно-интенсивное обучение и пользование унитазом. Собачье сердце произведение. Ввели, короче, вот это, такие курсы. Ну да, вот экономфакт Новосибирска вытягивает их за месяц, более-менее состояние, в котором уже какую-то экономику можно преподавать. Сейчас это берут на себя добросовестные региональные вузы. Но в целом эта ситуация совершенно безумная. И это, кстати, это результат ЕГЭ. Да, другой результат ЕГЭ, что там куча способных школьников выезжает в Москву и в Питер. Да, то есть от ЕГЭ, конечно, выиграл наш Фестех. Чего уж там. Но если брать вот, и в результате, смотри, вот внизу, да, почти все ничего не знают. И несколько тысяч в год выпускается высочайший уровень. Это победители Олимпиад всевозможных, там очень мотивированные школьники. Ну, конечно, они в первую очередь смотрят на Запад, да? Ну, как бы, что называется, Запад уже даже не резиновый. То есть как бы это, но и даже из них не все уезжают. Даже из них. Хотя каждого из них разрывают просто, разрывают на части. В любой, в любой из стран, где еще какие-то деньги сохранились. Но надо понимать, что на самом деле, как бы, Кремль там может пропагандировать все что угодно, но в принципе правда в том, что та цивилизация постепенно тонет. Это действительно так. Это не кремлевская пропаганда, это просто факт. Поэтому как бы я могу сказать, кто сожрет любое количество российских школьников. Знаете кто? Китай. Но у них и свои тоже есть. Нет, они сожрут и своих, и чужих. Там как бы, вот там тяжело, там уже какие-то фонды появились, рассылают, присылают приглашения постоянно победителям Олимпиад. Ну да, там 10 тысяч долларов в месяц сразу, это со старта просто. Ну в общем, Восточная Азия, нет, это проблема всегда будет. На самом деле, тут нет пути, как бы, без кормления каких-то других стран. Ищите, привлекайтесь здесь. Вот у вас есть там какие-то производства, которые вам нравятся, ну давайте вы там будете нормально платить просто нашим, и все, да, не будете как мачеха себя вести, а будете как мать. А начинать надо с экономики, чтобы была востребованность. Ну востребованность все уже, вот то, что сейчас как бы нам у каждого самолета все детали наши должны быть. Я летел с одним директором конструкторского бюро, он сказал, о, Алексей, за этот год прям расцвет отрасли просто. То есть это уже все с нами, это есть, вот пожалуйста. Это вот, это тот плюс как бы, да, я не буду сейчас политику оценивать, ни в коем случае, я не высказываю за или против СВО никогда. Но плюс от того, что мы стали авторкией, ну или по крайней мере потеряли все западные эти самые рынки, огромный, потому что у нас теперь нет никакого пути, кроме снова стать положительным. Да, 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 да. А это? Пойдет 20-35. Да, да, да. Безусловно. Безусловно. Ну, да. Уйдет. Ну, меня это все как бы не очень пугает, то есть это, ну, такая вот так вот история развивается она. Я никуда не собираюсь ехать, не поеду никуда. Будем здесь это наблюдать и участвовать в этом. Еще вопросы? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Ну, ну, тогда до новых встреч, да? До новых встреч. А мы ужинать, идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова